Приветствую тебя, мой дорогой друг, и с тобой общается Брис Киндер. Борис Маркелов, кто я такой? Обычный россиянин. Россиянин, который живет в Российской Федерации. И у многих есть вопрос, когда же, когда же мы услышим ура над территорией бывшей Украины. Почему я говорю бывшей? Потому что такой страны больше на земле не будет. Хотите узнать число? 16 мая 2022 года вы услышите кое-что, что ждут многие, что ждут миллионы. Страны, которые вошли в коалицию США, начинают разваливаться. Начинается новый период становления. Кто-то не верит, кто-то, возможно, скажет, что это за сумасшедший, что он творит. Ведь обещал президент. Хотя, кто его называет президентом? Вот этого Зеленского, Володю. Володя, он не президент. И кто вот называет его президентом, вы заблуждаетесь. Очень сильно заблуждаетесь. Он не был никогда президентом. И его никогда президентом никто не ставит. Это тот же самый товарищ, который играл в слугу народа. Товарищ наш заигрался и не понял, где настоящее и где реальное. Поэтому, ребят, все, кто сейчас против России, Ребят, ищите место, только не на Земле. Ищите себе место где-то на Венере или на Марсе. Именно вас там, скорее всего, пока не достанут. Опять же, пока Российская Федерация вас там не достанет. Ну, вы поняли, куда вам идти? Вот так вот. Вот прямо туда и идите. Те, кто против России. Те, кто поддержал санкции, кто эти санкции придумывает. Польша, Румыния. Кто там еще? Кто там еще? А, ну, ближние прибалтийские страны. Ну, у этих ближних прибалтийских стран никогда этих стран и не было. Если бы не Россия, они бы никогда не появились. Финны что-то пасть там раскрыли. Ну, ребята, ну, дальше раскрывайте. Не зря вас всегда называли чухонцами. Да, я прожил в какое-то время в Мурманске и в Мурманской области. Финнов всегда называли чухонцами. Это вот еще из того российского периода идет. Поэтому, поэтому, ребят, скоро все закончится. Достаточно скоро. И вы это увидите все своими глазами. Ну, а то, что Зеленский и наш дорогой Бидон не доживут до 2024 года. Ну, давайте отследим это в режиме реального времени. Ни тому, ни другому на этой земле не осталось много времени. Уже все предначертано. Уже все предсказано было давным-давно. Вы думаете, мне приятно записывать это видео? Нет, нет, мне неприятно записывать это видео. Особенно мне неприятно слышать новости, когда какая-то паршивая страничка, вот страна там Латвия, Литва, Эстония, пасти разевают и думает, что от их слова что-то зависит. Ничего. Ни Латвии, ни Литвы, ни Эстонии, ни Украины. Возможно, возможно, это будет и Польша, российской территории. Возможно, где-то там и Румынию. Чуть-чуть заберем. Но сначала мы заберем, и это в планах Российской Федерации, сначала мы соберем все долги, которые эти страны остались должным Советскому Союзу. И это будет. И как бы это ни звучало грубо, или как бы это ни звучало как-то странно, поживете подольше, увидите подольше. Поэтому пасти закрыли все те страны вместе с Европой, которые пасть открыли на Российскую Федерацию, на Россию. И медленно стекаем туда. Вот в это как раз место, где вам и место. На этом я заканчиваю. Всем, кому понравилось это видео, ставим лайки. Всем, кому не понравилось это видео, ставим дизлайки. Можете пожаловаться, кстати. Хотя у вас ничего не выйдет. Потому что ничего такого я здесь не расскажу. Идите со своей толерантностью. Идите со своей, еще там, какими-то принципами. И со своими возможными проблемами или заботами туда, куда вам положено. Идите вот туда.